Мур, привет друзья, с вами Зверько. Я стремлюсь сделать на всех персонажей гайды, поэтому сегодня будет практически стартовый персонаж Эйдора. Маловероятно, что я расскажу какие-то неизвестные тайны, так что гайд скорее для новичков. Спустя пару лет разработчики усилили развитие Эйдоры и улучшили ее пассивку. Теперь это вполне играбельный персонаж. Порой я ее вижу даже в ранге, пусть и не на высоких уровнях. Начнем с навыков. Пассивка. Сверхпроводимость. Когда вы применяете навык, над противником появляется значок проводника. Он усилит заклинание по этой цели. У нас три навыка, поэтому пассивкой первого навыка жертвуем, а два оставшиеся пойдут с действием пассивки. В общем, комбо расскажу в разделе тактика. Первый навык. Цепная молния. Эйдора шарашит молнией по всем целям в области. Пассивка первого навыка. На несколько единиц снижает магическую защиту цели. Это значит, что если применить вторым навыком цепная молния, то третий ваш каст будет сильнее. Впрочем, как и сам навык, уже ударит сильнее. А те, кто колдовали на эту же цель, после этого навыка тоже ударят сильнее, если повезет. Звучит сложно, но от вас требуется применить такую комбинацию. Второй навык и сразу первый. Все. Второй навык. Электрическая стрела. Наносит средний урон и оглушает цель на 0,75 секунды. Пассивка второго навыка. И еще плюс 0,75 оглушения. Цель будет оглушена почти полторы секунды. Используем этот навык во всех случаях, когда нужно задержать противника. Либо вы догоняете его, либо вы собираетесь прокастовать на него, либо вы убегаете от него, либо вы спасаете от него напарника. Ульта. Поражение. Эйдора призывает мощнейшую молнию в выбранную цель, немного задевая соседние. Пассивка ульты. И если сколдуете в цель со сверхпроводником, урон будет на 15% сильнее. Вообще, это заклинание легко раскачивается в ваншот. То есть можно тупо из кустов одной ультой убить незадачливого противника, если он не купил ничего на защиту от магии. Но такой Эйдоры играть неудобно. Я предложу в сборке наиболее актуальный и действенный вариант. Дополнительный навык. Я выбираю чаще всего на магах спринт. Им можно мансить. То есть уклоняться от противника. Плюс теперь он снимает замедление. Эмблемы. Если вы так-то бывалый игрок, то берете эмблемы мага с третьим перком. Но если начинающий, то берете магические с первым перком. Он даст вам отхил и ману с крипов, поскольку билд будет без исцеления. Эйдора не очень-то нуждается в этом. Тактика. Отправляетесь на боковую линию и стараетесь добивать крипов или с руки, или первым заклинанием, чтобы получить максимум золота. А если рядом и противник ошивается, прицеливайтесь так, чтобы зацепить и крипа, и противника. Если же враг решит вам отомстить, тут же прожимаете второй навык, чтобы застанеть его и отбежать на безопасное расстояние. Эйдора это маг про кастера. Эти маги используют комбинацию, чтобы убить врага. Стандартные комбы. Это 2-1-3, полная комбинация на убийство. Оглушаем первый навык, третий. Для ослабления используем второй, первый. Неполная для убийства комбинация, когда купите уже священный кристалл. Второй, третий. Чтобы убежать от противника или помочь союзнику спастись, первый, второй. То есть сначала оглушение, потом вливаем урон. Либо урон, оглушение и бежим. Поскольку враг быстро привыкает к игре против Эйдоры, на хлебный мякиш его не приманишь. Завидев на карте врага, прячемся в кусты. И если вы смотрели мой гайд по управлению, у вас включен режим суперконтроля. Выбирайте иконку стрелка или мага, чтобы гарантированно его убить. И прямо из кустов делайте парокаст. Второй, первый, третий навыки. Если цель оказалась прыткой и вас разделяет танк, а у цели мало хп, можете попробовать ультануть в танка, чтобы радиусом взрыва молнии зацепило ей беглеца. Но поскольку у Эйдоры нет эскейпа, ей обычно нужен напарник, боец или танк, которые подготовят противника к экзекуции и помогут убежать в случае неудачного конфликта. Про лес на Эйдоре можно в принципе забыть, если вам никто не помогает. Но баф для Эйдоры как мана небесная. Переходим к сладкому, к сборке. Сапоги-скороходы. Поскольку враги обычно, завидев Эйдору, стараются не приближаться, эти сапоги дадут нам некоторую фору в начале и возможность догонять противника. Многие берут ботинки на пробитие. Да, прокаст от этого будет сильнее. Но какой в этом смысл, если не можешь догнать врага? Жезл молний. Даст кд и дополнительный серьезный урон с навыка. Часы судьбы дают ману, хп и кучу магической силы. Искать в ML фактах. Священный кристалл усиливает второе заклинание. Даже связка второй и сразу третий навыки становится смертельной. Мимолетное время немного ослабит урон за прокаст, но многократно увеличивает боеспособность Эйдоры. Каждый раз убивая или помогая убить противника, у вас будет сокращение перезарядки заклинаний, а главное ульты. Божественный меч. Пробитие последним очень себя зарекомендовало. Поскольку обычно тонкие противники уже покупают маг защиту, а танки так вообще ей обвешиваются. Чтобы вы понимали разницу в этом билде. Если 100% защиты у врага и мы купили кровавые крылья, урон с прокаста практически на 1000 меньше, чем через божественный меч. Спасибо новому тестовому режиму, который позволяет оттачивать сборки. На этом все, друзья мои. Не забывайте подписываться на канал, делиться этим видео с вашими друзьями и конечно ставьте лапки. Всем пока! Субтитры подогнал Игорь Негода.